МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. С вами Алмаз Ашим. 15% бесплодных пар зарегистрировано в Казахстане. 14,9% в Мангестауской области. Специалисты отмечают это довольно высокие цифры, влияющие на демографию страны. Областная конференция ВАКТАУ собрала почти 50 врачей, в том числе из Нурсултана и Алматы. Специалисты в области гинекологии и репродуктологии обсудили одну из основных проблем бесплодия – эндометриоз. Согласно статданным, в настоящее время в мире проживает 1,8 млрд женщин репродуктивного возраста. Из них 10% страдают различными формами эндометриоза, что составляет порядка 180 млн человек. В Мангестау данный диагноз тоже начали ставить чаще. Если раньше актаусские врачи оперировали до 3 женщин в год с тяжелыми формами данного заболевания, то сейчас в месяц на стол хирургов ложатся 5 жительниц области. Во время конференции врачи поделились своим опытом в ультразвуковой диагностике и оперативном вмешательстве и обсудили новые методы лечения бесплодия. Эндометриоз, если сравнивать с другими болезнями гинекологии, это достаточно новая, молодая болезнь. И этой болезнью подвержены в основном женщины городские, живущие в ритме города, то есть которым всегда до всего некогда. И одна из больших проблем – это нарушение репродуктивной функции женщин, то есть часто он сопровождается бесплодием. И вот те женщины, которые все откладывают и откладывают в свою беременность, как правило, чаще всего поражаются данным болезнью. На сегодняшний день в нашем роддоме нет гинекологического отделения, поскольку мы являемся роддомом второго уровня. Но я планирую… Количество коек у нас 90, и оно не будет увеличиваться. Но я планирую в амбулаторном порядке эту проблему решать. Значит, мы хотим открыть консультативное диагностическое отделение и заниматься проблемами бесплодия. Сегодня я пришла на эту конференцию, поскольку очень важно то, что эндометриоз занимает сейчас 7% женщин страдает эндометриозом. Это тоже очень большая цифра. И является чуть ли не первой причиной бесплодия на сегодня. Алматинские инвалиды пока наталкиваются на одни только барьеры в городской среде. На бумагах, в отчетах, конечно, совершенно другая картина. Там практически все объекты доступны для людей с особыми потребностями. Но в реальной жизни сплошная полоса препятствий, или же американские горки с крутыми подъемами и спусками. Наш корреспондент Александра Салмина предложила алматинцам в колясках испытать городские подъемники и обратилась к зарубежным экспертам. Показала им наши пандусы и ужаснулась. Богдан Джепко госслужащий. С доступом на рабочее место никаких проблем в Акимате позаботились. А вот если выйти в город, будто в параллельную реальность попадаешь, где почти ничего не приспособлено для инвалидов, как в этом банке. Только посмотрев на этот пандус, Богдан понимает, чтобы сюда в прямом смысле забраться, нужно быть как минимум паркурщиком. Крутой подъем и такой же спуск. Не 8 положенных градусов, а все 45. Ну, тут невозможно, я все. Да, ну вот я дальше только с помощью. Даже вам поднимать тяжело. Ни кнопки вызова, ни поручни. И грешат этим не только банки. В магазинах, кафе и даже аптеках такая же ситуация, говорит Богдан. Вот сюда, к примеру, за лекарствами человек на коляске зайти не сможет. Если я сейчас начну на нее запрыгивать, я могу перевернуться. Этот фотосалон тоже недавно получил предупреждение. Решили пандус все-таки сделать. Даже стандарты узнали. Но что-то пошло не так. Снова крутой подъем. Часто бизнесмены устанавливают эти устройства, чтобы пустить пыль в глаза. Мол, есть же, какие претензии. Все говорят, вот у вас 43 тысячи. А почему мы вас не видим? Да потому что нет доступности. Вы сделаете доступность. И я хотя бы на какую-то там премьеру театральную с семьей смогу сходить. Тогда вы меня увидите. А еще не всегда получается добраться до нужного места. Инво-такси на всех не хватает. На ходу всего лишь 6 машин, хотя должно быть как минимум 30, говорят эксперты. Вот и приходится инвалидам передвигаться на общественном транспорте. Но для этого в автобусе должен быть низкий пол, специальное приспособление и желание. У водителей. Вот этот, завидев Богданой, камеру сразу же остановился, вежливо встретил и помог заехать. Спустя пару минут на остановке все тот же маршрут, только за рулем другой человек. А наш оператор уже незаметно снимает со стороны. Обычное явление, говорят люди с особенными потребностями. И это не единственное недоступное средство передвижения. Отдельный разговор метро. Пандус здесь между собой колясочники называют американскими горками. Мы решили показать его эксперту из Германии, и вот что он на это сказал. Сам инвалид подняться не может, только если ему помогать. Решить проблему можно только перестроив. В Германии, конечно, вряд ли такое встретишь, но Казахстану надо отдать должное. Изменить здесь что-то хотя бы стараются. В отличие от той же Турции, например. Аулан Инкарбеков считает, что подъемник в метрополитене установлен лишь для вида. Он лично его проверял и пришел к выводу, этот транспорт не для него. Он абсолютно непригоден, можно сказать, для нас, чтобы мы пользовались метрополитеном. Подъезжал, нажимал на звонок, и, к сожалению, ко мне никто не вышел так. Я прождал минут 10-15, и потом вынужден был уехать на другом транспорте. И нет сопровождающего, который мог бы мне помочь. В Казахстане на самом деле стремятся создать безбарьерную среду, но, увы, пока результаты не такие показательные, как хотелось бы. Работа идет, правда, медленно, замечают эксперты. Нужно слышать инвалидов и действовать сообща. Однако тандема ни с бизнесменами, ни с властями нередко не выходит. Может быть, руководители инвалидных обществ их слышат, но самих людей с инвалидностью на процентов, ну, не знаю, мне кажется, нет. Потому что очень много обиженных. И поэтому я и решила объединиться и решать вопрос. И мне, когда занимаются своими важными делами, и я, наверное, поэтому мы и решили, что вот людям с инвалидностью я и хочу дать вот эту поддержку. Тем, кто и после предупреждения отказывается создавать доступную среду для инвалидов, грозят штрафы, говорят эксперты. Но хотелось бы, чтобы люди шли навстречу не из-за страха расстаться с крупной суммой или лишиться удобного кресла, говорят инвалиды. Человеческого отношения не хватает. Александра Салмина, Нурдаулет Жексыбаев, Эдуард Кон, Алматы, Хабар-24. В Уральске отремонтируют крыши домов, обрушившихся под тяжестью снега зимой. Жильцы многоэтажек, отчаявшись латать их своими силами, согласились провести ремонт по программе модернизации ЖКХ. Обо всем подробнее в нашем сюжете. У нас до первого этажа течет. Вода попадает в электричество в любой момент. Может произойти авария. Роман Рейдель живет на пятом этаже. Дом на улице Кирдеры один из тех, где из-за снега обрушилась кровля. Это зимой испытания на прочность в городе не прошли крыши 20 старых многоэтажек. Как упадет, ма, что такое. Все вышли крыша. Еще раз опять. Раза два или три. Сначала давайте снег снимать. Четыре тысячи отдавали. Потом сказали, лопать будет. Опять по десять отдали. И нет чего. У меня, допустим, постоянно как бы уйдет утечка. Протекает иногда. Вот мы где-то латаем, где-то вызываем. Но пока результатов это не дало. Просто мы хотим, чтобы действительно нам сделали нормальную крышу. Все. И люди будут платить. Жители четырех домов решили сделать капремонт кровли по программе модернизации ЖКХ. На строительные работы направят свыше 100 миллионов тенге. Беспроцентный кредит от государства жильцы обязаны выплачивать в течение 15 лет. В целом за лето по программе в областном центре обновили семь жилых домов. Разработаны 14 проектов документации на замены лифтового хозяйства. И две проектов документации на капитальный ремонт кровли. Также на сегодняшний день изъявили интерес участия в данном программе более 20 домов. Разработка проекта документации будет производиться в порядке очереди и по мере финансирования. По государственной ремонтной программе за 8 лет в Уральске отремонтировали 106 многоэтажных домов. В основном это панельные пятиэтажки, возведенные полвека назад. Бутагоз Базарбаева, Баладжар Лгасов, Канат Махмутов, Уральск, Хабар, 24. В Карагандинской области директор госкоммунального предприятия Балхашсу признан виновным в совершении уголовного преступления. Из материалов дело следует. В документах на утверждение тарифа он представил неверные данные о ремонте городских водопроводных сетей. В итоге стоимость услуги была завышена на 123,5 миллиона. Теперь переплата будет возвращена населению путем введения компенсирующего тарифа. Бывший директор предприятия осужден на 3,5 года ограничения свободы. За это время он должен отработать 350 часов общественных работ. Приговор еще в законную силу не вступил и может быть обжалован. Несмотря на то, что он свою вину не признал, отдачи показаний отказался. В ходе до судебного расследования, в судебном следствии. Однако его вина была полностью доказана материалами дела, заключениями эксперта, показаниями свидетелей. В Восточно-Казахстанской области успешно реализуется госпрограмма «Енбек». Так только в Курчумском районе, благодаря реализации различных проектов, постоянными рабочими местами были обеспечены более 300 человек. Одни открывают свое дело, получив кредит. Другие выигрывают гранты и обеспечивают рабочими местами своих односельчан. В доме жителей села Сару-Олен Амана Магауи кипит работа. Здесь открыт мини-цех по производству кирпичей, благодаря которому постоянным заработком обеспечены несколько жителей села. Аман Магауя – пенсионер, но сидеть сложа руки не привык, поэтому и открыл собственное дело. В день мы производим около тысячи кирпичей, делаем опалубку, работаем на грузоподъемниках. Большой спрос на наши строительные материалы. Все обновляется с каждым годом. Жители села строят новые дома. Хочу сказать молодежи, что на селе много видов работы. Здесь нет большой конкуренции, поэтому можно легко развивать свое дело. Летом предприниматель заготавливает кирпичи, а зимой занят на откормочных площадках. Все это за счет собственных средств. Как частный предприниматель, в свое время наплачивает все налоги. Есть шесть видов налогов, над поступлениями которых мы сейчас работаем. В прошлом году было запланировано 46 миллионов тенге. Мы, работая по алгоритму, освоили 50 миллионов 100 тысяч тенге. Есть задания президента по вопросу многодетных семей. В этом направлении мы тоже работаем. Есть гранты, государственные программы. Сейчас четыре многодетные семьи, защитив свои проекты, получили гранты и обеспечили себя работой. В целом по Курчумскому району в рамках реализации второго направления программы «Инбек» 35 человек получили кредит для развития бизнеса в размере 245 миллионов тенге. Кроме того, более 60 проектов выиграли гранты. Среди них 19 многодетные семьи, 2 бизнес-плана, люди с особыми потребностями и 28 проектов защитила молодежь. Отец Мутешево, Медед Умирханов, Хабар-24, Восточно-Казахстанская область. Около 100 различных кружков для детей работают в 18 дворовых клубах Уральска. Педагоги занимаются с детьми вокалом, хореографией. Есть кружки рукоделия, спортивные секции. В целом регулярные занятия в клубах сегодня посещают свыше 2000 городских школьников. К примеру, педагоги дворового клуба «Байтирек» каждый месяц организуют отчетные концерты. По словам родителей, не все могут отправить детей в дорогие досуговые центры, а дворовые клубы помогают развивать юные таланты и наполняют полезным содержанием свободное время детей. Мы участвуем в воспитании детей. Люди занимаются, чтобы они не увлекались, не хулиганили, приходят, у нас занимаются. Главная цель, чтобы молодежь у нас ничем глупым не занимался, чтобы были все всегда заняты чем-то, приходили в неурочное время, занимались, участвовали, танцевали, пели. Власти Эквадора не пересмотрят экономическую реформу. Несмотря на массовые протесты, в соответствии с документом в стране была отменена действовавшая более 40 лет субсидия на топливо. Президент Ленин Морена неоднократно заявлял, что она разрушила экономику южноамериканского государства. По его словам, благодаря реформе доходы в бюджет Эквадора вырастут на 2 миллиарда долларов в год. После вступления законопроекта в силу на улице столицы страны Кито и портового города Гуайя-Киль начались массовые протесты. Полицейские попытались разогнать активистов с лесочевым газом, но те в ответ закидали стражей порядка камнями и другими предметами. Из-за беспорядков президент Ленин Морена ввел в стране режим чрезвычайного происшествия. Новый запрет властей Китая на ношение масок во время протестов вызвал волну массовых акций. В перечень запрещенных средств для покрытия лица, кроме масок, также вошли платки, краска и шарфы. Лицам, нарушившим запрет, грозит наказание в виде лишения свободы сроком на один год, либо штраф в размере примерно 3000 долларов. К слову, участники протестов в Гонконге практически всегда носят маски. Правоохранительные органы для поиска активистов используют окрашенную воду, которую они выпускают из водометов. И по следам краски на одежде или коже позже они находят и привлекают к ответственности демонстрантов. К слову, в настоящее время запрет на ношение масок во время протестов действует в 15 странах. Пока это все. Оставайтесь с нами. До скорого.